Мы с вами где-то около месяца назад собирались и обсуждали проблему тарифов в ЖКХ и говорили о несовершенстве нормативного правовой базы. В частности, говорили о необходимости внести изменения в соответствующее постановление правительства. Речь шла о так называемых общедомовых пространствах, которые граждане должны оплачивать и так далее. Там есть некоторые другие моменты. Мы договорились о том, что часть изменений будет внесена до 1 апреля текущего года, а часть – до 1 мая. Но я просил вас также внимательно следить за тем, что происходит у нас в этой сфере по стране применительно к каждому муниципалитету. И сегодня я хотел бы как раз послушать результаты вашего анализа. Пожалуйста. В 2012 году тарифы поднимали мы дважды. 1 июля и 1 сентября. В 1 июля мы подняли тарифы на газ на 15%, на электроэнергию на 10%, на 6% на тепло и на воду. В 1 сентября мы подняли тарифы на тепло и на воду еще на 6%. 1 сентября 2012 года было принято 354-е постановление правительства, которое разделило на две части платежи граждан на общие домовые расходы и на платежи собственников. Мы анализировали ситуацию с ростом платы граждан за коммунальные услуги в январе текущего года и выяснили такую закономерность. В 49 субъектах федерации произошел рост. В частности, тарифы выросли в 21 субъекте федерации, в 9 субъектах федерации выросли нормативы, а в 19 субъектах федерации в 49 выросли и тарифы, и нормативы. Мы заглядываем немножко вперед и пытаемся понять, что же произойдет с 1 июля 2013 года, потому что это прогнозные величины по росту тарифов на все коммунальные платежи. Давайте поподробнее, что сейчас произошло с 1 января этого года. 1 января плата за коммунальные услуги выросла в 49 субъектах федерации. Причем она выросла по разным причинам. Абсолютно. Насколько? Если говорить по субъектам федерации, то рост отличается... Мы брали 10 минимальных субъектов, 10 минимальных показателей, 10 максимальных показателей. Рост отличается от 10... Максимальный какой? Максимальный 225%. Ничего себе. Есть такая проблема, и она связана с тем, что... Это где это? По субъектам федерации. Да, в каких субъектах наблюдается... Мурманской области, Мурманской области и Республики Алтайи. А за счет чего там такой рост? Ведь мы с вами ограничили... Ну, не мы с вами, а правительство ограничило рост тарифов естественных монополий. И с 1 января текущего года увеличение или нет вообще, или оно является незначительным. За счет чего такой рост в этих субъектах? По ЖКХ. Значит, что вы мне рассказываете? Граждане это совершенно не интересует. Ну, Игорь Николаевич, сейчас вы... Что такое у вас? О чем вы сейчас говорите? Если не существует, должно существовать, значит. Ведь люди, когда приходят платить, им платежка приходит вот такая вот. Вот в Петербурге в некоторых регионах, так, в некоторых районах на 40% выросло. Вот они, платежки. Ну, идите и объясните людям, почему это они в январе, там, или в декабре, в ноябре должны были платить такие деньги. Здесь, на январе, феврале, такой скачок. Это в Петербурге, в некоторых районах. А в Мурманске вы говорите, в отдельных муниципалитетах на 200 с лишним процентов. С ума сошли, что ли? В структуре платежа за коммунальные услуги доминанта за платы за тепло. Вот Санкт-Петербург очень показательная ситуация, потому что 354-е постановление предоставило право субъекту федерации определять, с какой регулярностью граждане платят за тепло. Либо они платят в течение отопительного сезона, либо выплачивают ежемесячно. Да, а зарплату им платят регулярно или тоже во время отопительного сезона повышают? Значит, ведь всё, что делается, не должно противоречить здравому смыслу. Может быть, и в этом есть определённый смысл, платить за тепло именно тогда, когда оно поступает в дома. Но это нужно всё равно делать как-то аккуратно, выстроить такую систему платежей, которая бы не била людей как обухом по голове. Ведь я уверен, что подавляющее большинство людей даже об этом не знает ничего. Они просто получили платёжку на 40% больше. А в Муромской области, в Алтайском крае, в Республике Алтай, в Республике Алтай ещё больше, в несколько раз. Ну и как им жить-то? Действительно, мы при разработке 354-го постановления исходили из понимания идеального потребителя коммунальных услуг. Наверное, в этом была наша ошибка. То, что равномерные платежи в течение 12 месяцев, они не так ощутимо ударяют по доходам домашних хозяйств, чем платежи в течение отопительного сезона. Можно ведь выстроить технологически так, что люди будут платить какую-то стабильную величину в течение года, а когда наступает время отопительного сезона, она может увеличиваться, но увеличивается незначительно. И люди должны понять, о чём идёт речь, и быть к этому готовыми. Речь идет о равномерных платежах либо в течение 12 месяцев, либо в течение отопительного сезона. 6-7 месяцев. Но вы абсолютно правы, нам придётся поправить подход, потому что равномерный платёж менее ощутим для потребителей коммунальных услуг. Потом мы договаривались о том, чтобы разобраться с этими общедомовыми пространствами. Есть такие пространства, которые начали в некоторых муниципалитетах включать в обязательный платёж, а на самом деле они даже и не отапливаются никем. А их по общей площади заставляют людей платить. Это тоже неверно. Я вас прошу ускорить те договоренности, которые были достигнуты при нашей встрече месяц назад, и ускорить принятие решения, о которых мы говорили, по этому постановлению правительства, по его корректировке, точнее. В соответствии с вашими поручениями мы подготовили изменения в действующую нормативную правовую базу. 354-е постановление, 124-е, 306-е. Они должны быть внесены до 1 апреля, частично до 1 мая. Но мы готовы ускориться, понимая, что это очень болезненная проблема для людей. У нас года три назад был такой резкий скачок, и мы всё привели в соответствие и провели работу таким образом, чтобы тариф в целом погода не вырос на определённый процент. Вот сейчас там, где он скакнул, совершенно необоснованно, я считаю, или в силу халатного или формального отношения к этому вопросу, нужно сделать всё для того, чтобы ситуацию исправить и не заставлять людей платить такие совершенно необоснованные суммы. Экономический подход не может рассматриваться отдельно в вопросах социального характера. Если можно, буквально четыре основных подхода, которые мы практикуем в рамках совершенствования нормативной правовой базы. Во-первых, мы считаем, что необходимо синхронизировать наши подходы в отношении тарифного регулирования, установления нормативов и платы граждан, взаимовообязательств и наши решения. Во-вторых, очень важно идти по дальнейшему пути установки приборов учёта. И вот, наверное, имеет смысл возлагать не на граждан обязательства по установке таких индивидуальных приборов учёта, а включить состав инвестиционных программ, электроснабжающих, теплоснабжающих, водоснабжающих организаций. Наверное, было это разумно, потому что подобный опыт был в электроэнергетике, когда новые счётчики устанавливали сами предприятия с бытовыми компаниями. Ещё одна проблема для того, чтобы влиять на плату граждан, у нас существовало положение в рамках 184-го федерального закона, где мы ограничивали рост платы граждан, не более 10 или 15% в год. Вот к этой практике необходимо вернуться. Тогда мы не только тариф будем ограничивать в росте, но и совокупный платеж граждан. И самое главное, что нам необходимы коммерческие операторы учёта коммунальных платежей. Вот такими операторами могут выступать расчётно-кассовые центры. И в соответствии с вашим поручением мы подготовили проект закона ГИС ЖКХ, в составе которого вот такие операторы учёта возникают. И мы сможем контролировать каждый платёж. Лилия, вы мне показывали платёжку по вашей платиле, да? Сколько там у вас с собой? Я посмотрела по месяцам, но как раз Москва отличается тем, что она не вводила вообще домовые, нужды не выделяла от индивидуальных, и при этом не переходила к оплате отопления за отопительный сезон. Поэтому платёжка расшла достаточно равномерно, скажем так. В октябре было 3 900, 3900, в ноябре 4 900, в декабре 5 100, в январе 5 400. А в Питере как? Похоже, 3 900, 3 780, а потом сразу 12 570. Вот тут одна. Вот таких скачков быть не должно. И я вас прошу проработать этот вопрос с руководством соответствующих регионов Российской Федерации, а не соответственно с муниципалитетами, с тем, чтобы сгладить эту ситуацию, выровнять их. И людей не ставят в такое положение. А те, кто переплатил, они должны быть эти платежи учительные, либо в будущих платежах, либо деньги надо вернуть. Так, как мы это сделали 2 года назад. Там, где тарих скакнул, его потом сгладили. И вот то, о чём сейчас Игорь Николаевич сказал, а именно, что он не должен превышать какой-то энной суммы, вот эту сумму надо определить и выстроить работу таким образом, чтобы никто за неё не выскакивал. Хорошо, ничего. Вы хотите что-то добавить? Я бы добавил только одно, два, собственно, сюжета. У нас этот год, и в этом, собственно, одна из причин. Это первый год, когда прекратила действовать норма, закона, позволявшая ограничивать не просто административным образом, а на уровне нормы права, рост платежей граждан. При этом это, собственно, не только само ограничение, как правая конструкция, но это возможность увязать вопросы регулирования и роста платежей с вопросами, можно сказать, бюджетной политики. То есть эта норма позволяет использовать бюджетный ресурс для того, чтобы сглаживать вот такого рода скачки и темпы роста и более плавно распределять нагрузку по платежам в течение года. И, собственно, второе... Почему же в этих случаях не произошло вот этого? Эта норма прекратила действовать. Она прекратила? А что взаимодействовать? Меру этой поддержки, чтобы этот субъект посмотреть? Первое, то предложение, которое прозвучало, то, что Игорь Михайлович сказал, восстановить эту норму. Мы считаем, что это крайне важно, ее нужно восстановить. Восстановить как можно быстрее. И еще раз хочу подчеркнуть. Как быстро его восстановить, это еще неизвестно. Я прошу это сделать как можно быстрее. Но нужно немедленно разобраться с теми субъектами, которые допустили такой скачок. И так же, как это было два года назад, я повторяю, ситуацию испортного уровня. Второе, что хотел бы сказать, это, в любом случае, ключевым сюжетом является нормальная, хорошая, я бы даже сказал, комфортная работа системы социальной поддержки, системы адресных социальных субсидий. С тем, чтобы те люди, которые могут платить, платили, но те, которые платить не могут, получали компенсацию из бюджета соответствующего уровня в полном объеме. Для этого не требуется революционных мер, с одной стороны. С другой стороны, требуется для уровня субъекта федерации очень тщательная и настроечная работа. Что я имею в виду? У нас, например, на сегодняшний день размер субсидий, который получает конкретный гражданин, рассчитывается не от объема конкретных начислений за то, что он должен заплатить, а рассчитывается от определенного среднего уровня. И очень часто получается, когда объем субсидий, собственно, недостаточен для того, чтобы покрыть те расходы, которые гражданин несет за коммунальные услуги. И потому что он живет в более худших условиях, ему приходят большие счета. Это такая системная работа, которая должна быть проведена в целом по стране, прежде всего, на уровне субъекта федерации. Очень хорошо, и эти предложения правильными являются. Порядок наведите, и как можно быстрее. Понятно? Вот всё это то, что вы говорите, правильно, только порядка нет. Вот от того, что вы говорите, до реалий жизни, между двумя этими категориями большая разница. Платеж должен быть экономически обоснованным и социально справедливым. И вот эти все пространства общие, так называемые, с этими тоже нужно забраться. Конечно, за это нужно платить, если это отапливается. Конечно, если это является экономически обоснованным мерам, но оно должно быть, повторяю, ещё социально справедливым. А когда люди видят, что там нет никакой справедливости, а есть только воровство и чуванство чиновников, то, уверяю вас, оценка всей работы и муниципалитетов, и республиканских властей, или краевых, или областных, да и федеральных, она будет соответствующей. И будет правильной. Прошу, как можно быстрее здесь порядок навести.